В одно прекрасное утро заходит коллега по работе, отдает пакет, в пакете лежала полностью разобранная камера уличного наблюдения с оторванными проводами и в комплекте также лежал вот такой вот двойной провод сигнальный плюс питание для камер наблюдения метров 15. Все это было в очень грязном виде, крышка была полностью снята, объектив валялся отдельно, к сожалению кадров у меня этих нету и на плате был коннектор с кусочками проводов, желтый, красный и два черный. Я не долго думая припаял к этому коннектору всего лишь 4 провода плюс-минус и сигнал, подключил ее к 12 вольтам и видеовыход подключил к маленькому автомобильному телевизору, который оказался под рукой. Разрешение у него было небольшим, но камера заработала, изображение появилось, я был очень впечатлен и я понял, что эта камера заслуживает на вторую жизнь. И так как в своей жизни я до этого обходился без этой камеры видеонаблюдения, я конечно же начал думать, как я ее могу использовать и решение пришло очень быстро. Часто ночью я оставляю автомобиль во дворе или возле дома и он остается без присмотра. Поэтому я решил, что эта камера как раз мне в этом поможет и отлично будет наблюдать за моим автомобилем в ночное время суток. Так как в заводском состоянии эта камера имела вот такой вот BNC коннектор для видеовыхода, я не стал его припаивать, так как регистратора у меня нету и мне нужно более простое подключение в виде тюльпана. Я взял обычный кабель аудио-видео, припаял его внутри, а с другой стороны у меня оказался вот такой вот тюльпан для видеовыхода. А для питания камеры я припаял вот такое вот гнездо, которое совместимо с большинством блоков питания на 12 вольт. У меня есть вот такая вот плата видеозахвата. Вот именно эта плата и будет теперь частью моей системы видеонаблюдения. С подключением этой камеры я разобрался, а дальше я решил почитать все-таки ее характеристики. Увидел этикетку, на которой написано, что это камера HikVision и произведена она аж в 2013 году. Разрешение камеры видеонаблюдения достигает 700 TVL. Матрица Sony SSD, объектив 3,6 мм, инфракрасная подсветка до 40 метров EXIR. Вот этот момент меня очень сильно заинтересовал, потому что с инфракрасной подсветкой в виде светодиодов я знаком, а здесь она какая-то необычная. И по размеру она очень огромная, почти как сам объектив камеры. Инфракрасная подсветка обеспечивает неравномерную подсветку в области наблюдения. Изображение затемнено в углах. EXIR же равномерно распределяет подсветку по всей области наблюдения. Дальше я посмотрел примеры фотографий и понял в чем разница. В общем класс, я доволен. Если проанализировать все вышепрочитанное, то я делаю вывод, что качество этой камеры будет очень посредственным. Учитывая ее разрешение, которое не достигает даже уровня HD, она обладает хорошей ночной подсветкой. И вот вы видите, здесь есть датчик день-ночь, который автоматически будет переключать эту камеру в режим ночной съемки при малом освещении. Подключил я эту камеру к телевизору. Более-менее цвета нормальные, насыщенные, но я не вижу никакой резкости, никакой четкости. Но при этом мне нравится, что ничего не тормозит, ничего не дергается. И хочу добавить, что угол обзора у этой камеры 70 градусов. Ну 70 градусов вполне достаточно для съемки дальних каких-то объектов. Дождусь теперь темноты и посмотрю, как она будет снимать ночью. Предварительный черновой монтаж камеры готов. Я вижу тот ракурс, который мне нужен. Я могу автомобиль оставлять в поле зрения камеры и знать, что будет хоть какое-то видеонаблюдение. Качество остается неизменно удовлетворительным, я бы сказал. Номеров абсолютно не видно, четкости нет. Но это лучше, чем вообще бы не было этой картинки. На улице уже вечереет. Вот даже на экране телефона я уже вижу шумы. Автомобили уже ездят с включенными фарами. А картинка на камере как будто бы сейчас день. Вполне нормальная. Конечно же на изображении есть шумы. На улице идет дождь и на улице полная темнота. Но благодаря инфракрасной подсветке хоть кое-что, но я вижу. В общем, меня это все устраивает. Поэтому можно переходить к следующему этапу. Это подключение видеозаписи на ноутбук. Подключаю к карте видеовыход с камеры. Аудио здесь нет. К карту подключаю удлинитель USB. Потому что здесь не позволяет место подключить ее полноценно. Но даже через удлинитель все работает нормально. Запускаем программу. Захожу в настройки. Добавляю модуль «Универсальная камера». Перехожу сразу в ее настройки. Здесь можно назвать эту камеру как-то. Я выбираю свою карту захвата. Нажимаю «Ок». Камера добавилась. Нажимаю «Назад». Проверяем. Появилось изображение с камеры. Сразу хочу обратить внимание, что оцифрованное изображение еще более низкого качества, чем я это видел на телевизоре. Здесь вот слева есть различные настройки. Но я захожу в «Основные настройки» и добавляю модуль «Перегляд» и «Архив». Модуль добавлен. Захожу опять же в его настройки. Здесь также можно назвать эту камеру. Можно установить место, куда будут сохраняться архивные записи. Будет сохраняться имя архива. И здесь также очень много различных настроек. В бесплатной версии, кстати, архив сохраняется не более 5 дней. Нажимаю «Ок». Возвращаюсь назад. Камера уже записывается. Самое важное, что для меня нужно от этой программы, это видеозапись и просмотр видеозаписи. Поэтому нажимаю на «Плей». И вот я вижу готовая видеозапись по времени, по дате. То есть, все нормально. У меня появилась камера. У меня был ноутбук. У меня была карта захвата. И только благодаря этому я это все организовал. Хорошо, что я не купил видеорегистратор для этой камеры с аналоговыми входами. Я честно скажу, я искал на OLX регистратор какой-то недорогой на 4 камеры, чтобы подключить эту камеру. И в дальнейшем подключать к ней, к этому регистратору еще какие-то камеры. Но слава богу, что этого не сделал. Даже если я захочу организовать систему видеонаблюдения из одной, двух, трех, четырех камер. Это будут только IP камеры. С хорошим разрешением и с хорошей ночной съемкой. И будет намного все проще. К камеру можно подключить непосредственно к Wi-Fi роутеру. И все. Она уже будет в сети. Она будет работать. Возможностей у IP камер намного больше. Можно организовать запись в облако. Можно установить приложение на Android или iOS телефон. И за всем этим наблюдать. Не нужен ни ноутбук, ни компьютер. А я думаю, что это моя первая и последняя аналоговая видеокамера. Конечно же, она у меня пока поработает. Но через время, я думаю, я все равно созрею на покупку IP камеры. И ее, конечно, заменю. Ну, а эта камера, скорее всего, уедет либо в гаражный кооператив. Либо подарю ее родственнику. Он ее тоже повесит в своем гаражном кооперативе. Ему она как раз подойдет. Спасибо вам за просмотр. И увидимся в следующем видео.